МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В республике подвели итоги масштабного федерального проекта «Дорогие дороги». Активисты Общероссийского народного фронта исследовали качество автомобильных трасс. Где проживают самые недовольные и самые счастливые водители, выясняла наша съемочная группа. Официальный сайт общественного проекта пестрит фоторепортажами плохих дорог. Активистам удалось выявить немало нарушений. На одной из улиц Новочебоксарской ямы латали кирпичами, в Алатаре – песком. Многие водители жаловались на состояние трассы между Шихазанами и Канашом. В антирейтинг попали и другие муниципалитеты. Особенно удручающее состояние и такая отрицательная оценка выявилась в Алатарском районе, в Урнарском районе, где автомобилисты уже практически не верят местным властям или дорожникам. Бывает, что дороги, на которых проводился масштабный ремонт, в течение года разваливаются. Автомобилисты жалуются, что асфальт укладывается прямо в лужи в непогоду, в дождливое время или в зимнее время. Рейтинг дорог активисты составляли в течение года. Автолюбители сами ответили на вопрос анкеты. На каких трассах не хватает разметки, светофоров, переходов, где дорожники не торопятся латать ямы, очищать снег и убирать мусор. Большинство респондентов поставили муниципальным дорогам 3 балла, а в село вопросе приняли участие более тысячи человек. В Яльчинском районе, в деревне Байглычево. Байглычево? Байглычево. В прошлом году метров 100 или 200 заасфальтировали. В этом году... Какая улица? Это одна у них, одна улица. Какой это участок? Сколько это? Ну, наверное, метров 200 заасфальтировали. Дальше ямы до канавы. В этом году немного ямы прикрыли, а дальше как битумом залили, так и стоит. Насколько вы оцениваете качество автомобильных дорог по принципальной шкале? Ну, четверка, точно. А какие участки автомобильных дорог вы назвали бы самыми плохими? Беспублики. Беспублики? Ну, это я как-то ездил в сторону Алатаря. Там есть вот один участок небольшой дороги. Там это 30, наверное, плохая. Там начали делать. Тут улица Гражданская, чтобы довели до конца. Там везде бордюры, чтобы поставили. В некоторых местах бордюров нет. Состоянием дорог остались довольны жители Батревского района и Чебоксар. Понятно, что в городах больше дорог с твердым покрытием асфальтированным. Здесь качество довольных дорогами больше. Это если сравнивать с районами, где в основном основная часть это дороги 4, 5, 6 категории. То есть бывают дороги с грунтовым покрытием. Результаты опросов члены общественной организации намерены передать в региональные Минтрансы и администрации муниципалитетов. Будет ли проведена работа над ошибками? Активисты обещали вернуться к этой теме спустя время. Татьяна Леонтьева, Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. В этом году Чуваши участвуют в проекте «Безопасные и качественные дороги». В программу вошла так называемая Чебоксарская агломерация. Столицы республики – Новочебоксарск, Маргаушский и Чебоксарские районы. В Новочебоксарске в списке подлежащих ремонту 13 участков дорог. Общая сумма работ порядка 315 миллионов рублей. Как осваивают эти средства, выясняла и наша съемочная группа. Сначала образование города-спутника на ремонт дорог никогда не выделялось столько средств. Улица Советская, Винокурово, Первомайская, Восточная – это далеко не полный список участков, которые в этом году обновятся. Всего их 13. Первая точка проверки – улица Набережная. Там меняют покрытие. Работа идет полным ходом. Члены комиссии проверяют, какого качества асфальт, насколько дает гарантию компания, выигравшая аукцион на ремонт. По улице Парковой с протяженностью 2 километра основные этапы работ организация ООО «Электстрой» выполнила. Сейчас идет поднятие ливневой канализации. Значит, уложено 18 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, более 2 тысяч погонных метров бордюрного камня и полная сметная стоимость – 15 с небольшим миллионов рублей. Побывала комиссия и на улице Южной. К ремонту фирмы «СК «Стройгрупп»» приступила 30 мая, а завершила его уже 27 июня – на три дня раньше срока оговоренного в контракте. На данный момент дорога, можно сказать, принята. Произвели замер геометрических параметров дорожного покрытия, также проверено само покрытие, сделаны вырубки в асфальтобетонном покрытии. По качеству и объемам у строительного контроля вопросов подрядной организации нет. Ход ремонтных работ находится на личном контроле главы администрации города Новочебоксарска Ольги Чепрасовой. Она постоянно встречается с подрядчиками, выезжает на объекты. Работы ведутся в графике. С подрядчиками мы постоянно в контакте. И именно выездные совещания. Присутствует здесь и руководство подрядчиков. Здесь у нас работу ведет строительная компания «Гарант». Тоже они у нас уже второй год работают в городе. Именно по ремонту дорог. В следующем году программа по ремонту дорог в Новочебоксарске будет продолжена. Федеральная программа безопасной и качественной дороги России. Здесь выделено свыше 200 миллионов рублей. И уже в следующем году запланирован ремонт в промышленной зоне. По результатам проверок 13 участков дорог, особых замечаний со стороны контролирующих органов и комиссии не было. Подрядчики обещали вовремя устранить мелкие недочеты и не выбиваться из графика. Одним из главных критериев отбора дорог для участия в проекции «Безопасные и качественные дороги» стал знак повышенной опасности. По прогнозам, к концу 2018 года аварийность должна уменьшиться как минимум в два раза. Рифат Ваткулин, Олег Якимов, Республика. Чувашский филиал Почты России в этом году откроет сортировочный центр, что поможет более оперативно доставлять адресатам письма и посылки. Речь об этом зашла сегодня на рабочей встрече главы региона и руководителя Республиканского управления почтой связи. Какие перспективы открываются перед ведомством, узнавал Дмитрий Ковалев. В региональном филиале Почты России продолжают расширять свою сеть. До конца этого года планируют открыть отделения и в новых микрорайонах столицы. Третье отделение на Энгельсе, большое отделение городское, которое попало в формат отделения связи будущего. Под этот формат еще в этом году попадает и Константин Иванова 18 отделение. На следующий год мы запланировали порядка 8 отделений связи. Получать услуги в шаговой доступности должны и жители сел. Муниципальные филиалы оптимизация не затронет, отметил Владимир Тимофеев. Порядка 23% у нас в зимний, в летний период, вернее, отделения связи являются убыточными. Но в то же время, наверное, мы и с Министерством связи, и политика Почты России сегодня такова, что не закрывать убыточные отделения связи, а за счет дефицитации именно с городских отделений связи сегодня мы поддерживаем вот эти убыточные отделения связи. Почта России продолжает идти в ногу со временем. Сейчас здесь активно развивают и банковские услуги. Развивают единую государственную систему для того, чтобы и селяне, и горожане, имея возможности коммуникации почты, работать уже на будущее, для того, чтобы в шаговой доступности, в открытой и доступной форме, в режиме онлайн, получали и банковские услуги, так скажем. Это практически почтобанк, да? Да. Хороший проект. Около 100, что ли, сейчас закончится? Сейчас 96. Да, почти 100. Приоритетная задача на ближайшие годы – модернизация сельских отделений. Многие из них работают в зданиях советской эпохи, и им требуется ремонт. И проработать, и как пилотный регион по новым вот этим продуктам, по новым направлениям, раз мы находимся в первой десятке и праздновать будем столетие образования Чувашки Автономии, чтобы справиться с этой непростой, сложной задачей. В рабочем графике главы региона целый ряд официальных встреч. Сегодня Михаил Игнатьев принял и митрополита Варнаву. В процессах тех, которые сегодня есть, делают благое дело вместе с вами, вместе с нами, для того, чтобы общественно-политическая стабильная ситуация сохранялась на территории Чувашьи, на территории России. А у нас те кто? Да. И у нас получается. В республике продолжают возрождать воскресные школы. Митрополит Варнава отметил, что эта работа приносит свои плоды. Сейчас молодежь особо нуждается в духовно-патриотическом воспитании. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Чувашьи в ряды действующих вернулись два завода. Чебоксарский ликероводочный и Ядринский спиртовой. Оба старейшие в республике перерабатывающие предприятия, и тому и другому более ста лет. Последние семь лет Ядринский завод простаивал, а Чебоксарский работал с перебоями и не на полную мощность. В реконструкцию Ядринского спиртзавода вложено 130 миллионов рублей. По итогам первого полугодия объем производства превысил 70 миллионов рублей. Менеджеры планируют к концу года выйти на цифру 243 миллиона рублей. На заводе работают 90 человек. Чебоксарский ликероводочный запустили накануне. Его мощность позволяет производить 2500 декалитров в год. На предприятии работает 140 человек. Кадетский корпус должен быть расположен в парке за дворцом культуры тракторостроителей. Это мнение поддерживают народные избранники. Общественные слушания по реализации значимого для региона проекта прошли накануне. Свою точку зрения высказали и представители депутатских корпусов. Подробности в следующем материале. Где разместить Кадетский корпус решала рабочая группа во главе с председателем регионального правительства. Эксперты проводили встречи с горожанами, архитекторами, депутатами, рассмотрели десятки вариантов. В итоге абсолютное большинство поддержало идею благоустройства этого парка. Кадетский корпус положит начало. В перспективе здесь возведут ледовый дворец, площадки для игры в футбол и волейбол. Новоюжному району спортивных комплексов сейчас не хватает. Эта территория была заброшена, неуютная, не вовлечена в жизнь Новоюжного района. Мы начали со строительства многофункционального центра, чтобы горожане привыкали к этому месту. Есть планы по реконструкции дворца трактостроителей. Мы планировали от этих планов не отказываться, включая его в столетие празднования Чувашской республики. Заказали проект по его реконструкции. Нашли главного архитектора проекта. Он сегодня проживает в Соединенных Штатах Америки. Ему 90 лет. Согласовали все эти изменения. То есть была проведена большая работа. Все это будет комплексное решение, которое направлено в первую очередь на развитие микрорайона, для того, чтобы здесь было уютно жителям. Проект благоустройства рощи будет включен в федеральную программу создания комфортной городской среды. Она стартует в следующем году. Строительство быть, быть строительством, но у меня есть предложение. Я не буду сегодня никого критиковать, потому что были сомнения, разговоры назвать парк, Алексей Олегович Владимирович, парком дружбы. И мы с жителями это обсуждали. И в целом все те, кто пришел на эту встречу, это председатели домовых комитетов Ленинского района, Калининского, ТОСы. Большинство депутатов, принявших участие в общественных слушаниях проектов, представляют Новоюжный район. Народные избранники отмечают, что во время их предвыборной кампании «Благоустроить рощу» просили многие горожане. Сам я житель Новоюжного района. В этом месте, как говорится, прошло мое детство. Я помню всегда вот эти кусты, которые были. И наконец-то, сколько лет уже прошло, и наконец-то начали наводить порядок. Сегодня и мнение, наверное, жителей такое, и нас, депутатов, потому что сегодня должно здесь быть. С точки зрения логистики, с точки зрения территориального расположения этого, значит, кадетского корпуса, ничего, только могу сказать, все с хорошей стороны. Рядом находится храм, рядом находится торговый дом. Значит, это, как многие называют ее, это роща, значит, конечно же, она будет благоустроена. Здесь будут спортивные залы, беговые дорожки, велодорожки. Депутаты изучили детально, и будет ли нанесен при строительстве корпуса урон окружающей среде. Надо посмотреть схему, планировку и посмотреть. Ну, мы детально изучили. Здесь порядка 700 деревьев, кустарников по периметру вот этого кустыря будут разрежены. Это не говорит о том, что мы все эти деревья по периметру спилим. Основные здания, объектные движения будут расположены на территории, на кустыре, как я уже говорил. Ну, поскольку это объект образовательный, территория должна быть огражена, под виде наблюдения, нужно поставить забор, ограждение. Эту работу народные избранники намерены взять на личный контроль. Депутаты отмечают, что в перспективе здесь будут посажены и новые деревья. Бедриковалев, Сергей Адушкин и Игорь Зверев, Республика. Незаконное стимулирование. Бывший руководитель полномочного представительства Чувашии при президенте России Леонид Волков, поощряя себя за работу, нанес ущерб бюджету республики, что и послужило поводом для его увольнения. Среди функций Минфина республики контроль за финансовой дисциплиной органов власти. Регулярно во всех министерствах, ведомствах и других государственных структурах проводятся плановые проверки. В 2015 году такая проверка, проводимая в полномочном представительстве Чувашии при президенте России, выявила ряд нарушений. Волков был назначен на должность указом главы республики с 21 января 2012 года. Начиная с этого года, он в нарушении Трудового кодекса, статья 191, согласно которой вознаграждение работников определяет работодатель. И в нарушении 152-го постановления Чувашской республики, которым регламентирован порядок премирования руководителей органов исполнительной власти, он назначал своими приказами разовые месячные премии. В то время как по распоряжению габинета министров премия назначалась ежеквартально, то есть один раз в квартал, с учетом установленных правительством показателей и с учетом оценки личного вклада руководителя. Здесь такой оценки, понятно, не производилось, он оценивал сам себя и назначал вот такие разовые премии ежемесячно. В результате с начала своей деятельности по март, по март 15-го года, потому что потом, после нашей проверки, уже эти действия прекратились, он неправомерно назначил себе и выплатил премию в размере около двух миллионов. То есть в результате вот таких его действий был нанесен ущерб бюджету республики в указанной сумме. Ремень вместо кресла. Безопасность превыше всего. С самого рождения папа и мама приучили сына и дочь, что в машине они едут только в автокресле и обязательно пристегиваются. Кстати, Тимур с удовольствием ездит с папой, соблюдая все правила безопасности. Кресло высокое, удобное, мягкое, мне в нем комфортнее. Пристегиваться нужно для того, чтобы не получить какую-нибудь травму, не лтеть вперед, по крайней мере, в стекло. С такими вещами нельзя шутить, потому что это такие вещи, это как бы жизнь, это безопасность. Ну а безопасность прежде всего. Но с 12 июля этого года правила перевозки детей изменились. Перевозить детей младше 7 лет, как и прежде, нужно в детском удерживающем кресле, которое соответствует росту и весу ребенка. Так, к примеру, если вы перевозите грудничка в кресле, предназначенном для детей весом от 9 килограмм, то это будет являться нарушением, соответствующим штрафом. Детей, которым исполнилось 7 лет, можно перевозить на заднем сиденье легкового автомобиля без использования автокресел и бустера. Достаточно их пристегнуть штатным ремнем безопасности. Несмотря на то, что ремни теперь легализованы, Евгений не торопится отказываться от кресла. Считает его более безопасным. Пока есть возможность, он будет ездить в кресле. Пока позволяет объем кресла, вместимость, рост, как вот было раньше. Пока ему удобно, пусть он ездит. Это как дополнительная защита и безопасность. Оно, скажем так, созданно все-таки меньше обычного кресла по детской фигуре. То есть, чем плотнее обжимает, от них будет меньше травм. Меньше несчастных случаев должно стать и благодаря тому, что отныне запрещено оставлять в транспортном средстве без присмотра детей до школьного возраста на время стоянки. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. Школы столицы Республики будут оцениваться по восьми основным критериям, которые призваны дать объективную информацию о качестве среднего образования школьников. В число критериев вошли грантовая и внеурочная деятельность, средний балл за ЕГЭ, качество и уровень педагогического состава. Кроме того, в рейтинг включены уровень дополнительного образования, привлечения внебюджетных средств и уровень преступности среди школьников. За последние три года стали больше привлекать средств, участвовать в различных проектах. Лидером по этому показателю стала 38-я Чебоксарская школа. Большое значение для оценки имеет и внеурочная деятельность. Так, в школе номер 60 работает 8 кружков и 12 спортивных секций. На совещании с руководителями школ столицы было отмечено, что у всех общеобразовательных организаций сегодня равные базовые возможности. Есть школы, которые готовы поделиться с другими своим успешным опытом. Именно поэтому принято решение разработать такой проект. Аналогичные рейтинги уже существуют в Москве и Казани. Там оценки эффективности влияют на уровень выделения дополнительных средств. К примеру, на основании этой оценки принимается решение о том, какие школы в первую очередь будут включены в программу капитального ремонта. Оценка предварительная. Окончательные данные будут представлены на августовской конференции и опубликованы. Детям с ограниченными возможностями здоровья общение с ровесниками очень полезно. Так они быстрее социализируются и лучше обучаются. До 2016 года возможностей для равного развития в детских садах было заметно меньше, чем сейчас. Благодаря программе «Доступная среда» многое изменилось в лучшую сторону. В столичном детском саду номер 128 пусто. Лето. Дети на каникулах с папами и мамами. И сотрудники, пользуясь передышкой, занимаются небольшим косметическим ремонтом. За последнее время здесь много что поменялось. Появилось новое оборудование, с помощью которого особых детей стали обучать по-новому. Приобретено большое количество мультимедийного оборудования. Мы имеем возможность оказывать дистанционное обучение детям, которые по своему состоянию здоровья часто бывают на реабилитационном лечении. Поэтому наши специалисты с помощью скайпа выходят на связь и общаются, дают какие-то установки родителям, задания и так далее, чтобы ребенок не чувствовал какую-то отдаленность от детей. Инклюзивное образование позволяет всем детям, независимо от состояния здоровья, обучаться вместе. Его главная задача – создание безбарьерного пространства. Для тех, кто в состоянии часто посещать детский сад, но плохо передвигается, завезена специализированная мебель, парты, стулья, кресла для кормления. В этом детском саду сделано все для того, чтобы дети чувствовали себя уверенно. Самое главное – они могут беспрепятственно передвигаться по помещениям. В этом и помогают вот такие ходунки разных видов, кресло-коляска и, конечно же, отсутствие порогов. Эта комната оснащена по последнему слову техники. Главный друг ребят – робот телеприсутствия. Ребенок буквально видит мир его глазами, находясь далеко за пределами сада. В каждой группе обучается по 10 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Всего их создано 4. Педагоги 128 сада практикуют нестандартный подход к обучению. Теперь и родители имеют возможность посещать занятия вместе с детьми, перенимать практику обучения, консультироваться со специалистами. В саду также традиционно установлены пандусы, специализированные санузлы и расширены дверные проемы. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. В Чувашии появится свой IT-кластер. Дорожную карту по его созданию подписал премьер-министр Республики Иван Моторин. Кластер объединит крупнейшие компании региональной отрасли информационных технологий. IT-кластер позволит представлять на рынке интересы всей отрасли в целом. И кроме этого претендовать на поддержку со стороны государства. Для государства, в свою очередь, это тоже важное начинание, помогающее в формировании цифровой экономики. Термин относительно новый. Проект одноименной программы предполагает развитие сразу нескольких направлений. И Чувашии здесь есть что показать. Это в том числе и мероприятия, связанные с развитием новой инновационной идеи, обозначенной цифровой экономике, как «Умные города». Это и госсектор. Какие мы ставим задачи перед IT-кластером? Это, прежде всего, создание инновационной среды для наших стартапов, для наших студентов и для создания, прежде всего, прорывных проектов. Уже на данный момент определен состав членов этого кластера. Кто будет входить, это наши основные ведущие крупные IT-компании. Объединяются компании в кластеры не только в сфере IT. Так, в Чувашии есть, например, электротехнические и диджитал-кластеры. Уже сейчас все основные информационные системы, которые используются в органах власти республики, продукты местных айтишников. И новое объединение даст им дополнительный импульс для развития. Обсуждали идею создания подобного кластера еще в декабре прошлого года на одной из площадок местного IT-форума. Столкнулись с тем, что приходит очень много талантливых ребят, которые по менталитету ориентированы именно на сферу IT и на программирование. Вот мы это видим, и таких человеческих ресурсов в республике очень много. И сам собой возник вопрос, что этот потенциал, он недоиспользован явно сейчас в республике, он не работает на полной мощности. Его надо как-то раскручивать, как-то задействовать. И сама собой возникла идея о том, что нужен какой-то IT-кластер, который бы уже на уровне республики, на уровне власти и правительства республики организовал бы этот потенциал и направлял бы его на повышение конкурентоспособности местной чувашской продукции, выход на мировые рынки и так далее. Но для бизнеса это просто выход на мировые рынки, поскольку IT – это глобальная совершенно штука. То есть тебе не нужно строить какое-то локальное производство. То есть ты как только начинаешь работать в этой сфере, ты фактически можешь продавать уже во всем мире. На сегодняшний день основные участники кластера уже определены. Как он будет развиваться дальше, покажет время. Евгения Фандеркина, Сергей Адушкин, Республика. Уже восьмой год подряд люди разных национальностей, возрастов, профессий, живущие в разных регионах страны и даже за рубежом, приезжают в республиканский языковой лагерь «Хавал», чтобы поближе познакомиться с языком и культурой чувашского народа. О буднях лингвистов-любителей в нашем сюжете. У истоков создания такого лагеря стоит общественная организация «Хавал». В этом году изучать чувашскую речь решили более 50 человек. Многие из них приехали с Украины, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Японии. Конечно, уровень знания языка у всех разный, а кто-то и вовсе услышал его в первый раз. Поэтому участников лагеря поделили на пять групп. Наряду с любителями в лагере работают и научные сотрудники, для которых глубокое погружение в язык – серьезная работа. В диссертации я исследую материалы разных языков и просто сопоставляю их между собой, сравнивая. Соответственно, типология изучает, что общего в языках мира и что различного. Ну и чувашский язык среди других языков как раз интересен своей структурой. Тем, что, например, сравнивая с русским, мы видим, что совсем по-другому образуются слова, предложения строятся по-другому. Главный язык общения в лагере, конечно же, чувашский, но в разговорах можно услышать русский и английский языки. Особый интерес своей самобытностью вызывает язык эсперанто. Именно благодаря ему Масао из Японии узнал о существовании такой международной площадки. Он специализируется на изучении языков малых народов. Я считаю, что грамматика чувашского языка похожа на грамматику японского, поэтому чувашский язык заинтересовал меня. В числе тех, кто впервые приехал в лагерь, маленький Кирилл из Москвы. Он здесь няней, играючи, учит родной язык. Это узко в Ранкине, в деревне тёшно, черчер, лейпур, хорон, лейпур. Мне тут ещё нравится. Всё красиво, воздух есть. В этом году, помимо обычных лекций, мастер-классов и спортивных соревнований, у полиглотов появилась возможность стать зрителями съёмок настоящего сериала. На базе языкового лагеря прошла съёмка третьей серии нового сезона проекта национального телевидения «Чуваши. Учим чувашский». Это сериал о приключениях москвича Андрея, который приехал в Чубаксары, чтобы учить чувашский язык. В принципе, я со своим героем очень схож, так как я тоже знаю хорошо чувашский, но только разговаривать о нём не могу толком. Мы обучаем чувашскому языку, как для детишек, так и для взрослых не хватает практического материала. Очень мало видеороликов, вообще очень мало на самом деле. И на бумажном носителе, и в электронном варианте. Большую потребность существования такого лагеря отмечают все специалисты. Лучшего способа освоить речь, чем погружение в среду, ещё никто не придумал. Сабина Вишневская, Россия Мухаммедов, Республика. Это последняя информация на сегодня. Я желаю вам приятных и интересных выходных. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова